В России приехал новый Citroёn C3. Презентация модели прошла в Кабардино-Балкарии. Горные дороги Приль-Брусья как нельзя лучше подходят для того, чтобы распробовать французскую новинку. Обычно при смене поколений одной и той же модели принято говорить, что машина повзрослела, стала серьезнее. Однако к новому C3 это не относится. Компактный хэтчбэк был и остался молодым. Молодым по духу. Машина щеголяет обилием хромированных деталей, выштамповками и рельефными поверхностями, которые визуально облегчают пухлый кузов. Характерная фамильная черта Citroёна в последних лет — отсутствие решетки радиатора. Ее роль выполняет огромный воздухозаборник. C3 выглядит стильно, как это и подобает настоящему французу. Габариты машины выросли, и вместе с ними увеличился салон. Это сразу заметят те, кому придется ехать сзади. Не сказать, что здесь просторно, но стало удобнее. Это факт. Находясь внутри C3-го, ничто не наводит на мысль, что сидишь за рулем недорогой пудреницы для девочек. Более того, интерьер претендует на некоторую премиальность. Самая эффектная деталь — это огромное лобовое стекло, заползающее на крышу. За счет выгнутой формы угол обзора достигает 128 градусов. Через такую витрину пассажирам, сидящим как спереди, так и сзади, открывается великолепная панорама. Мягкие пластики, интересные дизайнерские решения и хороший уровень оснащения — это основные козыри Citroёn. Однако создатели не остановились на тактильном и визуальном восприятии интерьера. Они задействовали и такое важное чувство, как обоняние. В вентиляционную систему автомобиля встроен картридж с ароматизатором. Диапазон регулировок руля и водительского кресла позволяет быстро найти подходящее положение. А вот с удобством пользования некоторыми функциями и органами управления французы перемудрили. Комбинация приборов с парящим козырьком выглядит красиво, но в жертву принесена информативность. Правый колодец перегружен мелкими символами. Перелистывать данные на центральном дисплее приходится кнопками магнитолы. Слепым сделано управление круиз-контролем за ободом руля. Регулировать подогрев сидений тоже придется на ощупь. Объем багажника практически не изменился. 300 литров для малолитражки B-класса — это достойный результат. Заднее сидение можно разложить, однако грузовая поверхность получится неровной. C3 предлагается с тремя вариантами бензиновых агрегатов мощностью 73, 98 и 120 лошадей. Наш автомобиль с самым сильным мотором и четырехступенчатым автоматом. Тандем получился неслаженный. От машины ждешь большей прыти, но весь табун теряется в недрах гидротрансформатора. Разгон до сотни занимает почти 11 секунд, а передачи получились длинными. Движок постоянно приходится раскручивать. Расплатой за это станет не только высокий расход топлива, но и стоны мотора, которые нарушают акустический комфорт в салоне. Ручной режим спасает ситуацию лишь отчасти. При достижении предельных оборотов электроника самостоятельно переходит на более высокую ступень. А ведь шасси французы хорошо настроили. Автомобиль отлично едет по прямой, не требуя корректировки, и ноль на руле прекрасно чувствуется. C3 охотно заруливает в повороты и не сильно кренится. Чувствительное рулевое управление и отличная устойчивость машины в виражах так и подстегивают добавить жару. Однако неотключаемая система стабилизации пресечет любые шалости. Дискомфорта от этого не испытываешь. Электроника работает ненавязчиво и по делу, так что не теряется удовольствие от вождения. На плохое дорожное покрытие Citroen обращает минимум внимания, уверенно шлепая покрышками по разбитому асфальту. Упругая подвеска – то, что надо для российских направлений. И не в ущерб комфорту. За пятую точку можно быть спокойным. В салон доносятся только глухие стуки при проезде неровностей. Для действительно быстрой езды подошел бы 120-сильный вариант на механике. Но таких машин в Россию не поставляется. А с менее мощными моторами нельзя заказать автомат. C3 в самой доступной версии предлагается от 487 тысяч рублей. Тестовая машина с мотором 1.6 в богатой комплектации «Эксклюзив» с дополнительными опциями стоит свыше 730 тысяч. Мал за латник, да дорог. Однако Citroen и не гонится за дешевизной. C3 позиционируется как авто верхнего ценового сегмента B-класса. Захотят ли россияне платить за французский престиж, покажет время. Ну а мы можем сказать, что машина получилась достойной. Достойной того, чтобы своим появлением насолить конкурентам. Заделка этому есть. C3 может похвастать эффектной внешностью, широким набором интересных опций, оточенным поведением на дороге. И в отличие от многих соперников, он не кажется игрушкой на колесах.